Валерий Седов Столб дыма виден из разных точек города и области. В социальных сетях стали задавать вопрос, что все-таки горит. Только позже в сети появилось видео пожара вблизи, а экстренные службы города ответили на вопросы соцсетей. Горела компания, которая занимается разработкой, производством и поставкой отделочных и строительных материалов специального назначения. Горело здание предприятия ООПК «Стрим». Ликвидация открытого горения 21,29. Полная ликвидация пожара 21,55. От МЧС привлекались 38 человек, 14 единиц техники. Есть пострадавшие. Серьезные ожоги получил 30-летний житель Солочи. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также очевидцы рассказали, что перед пожаром слышали взрыв или мощный хлопок. Сейчас сотрудникам специализированных служб предстоит узнать причину возгорания и ущерб. На дорогах города ситуация не лучше. В областном ГИБДД зарегистрировали 7 аварий, в которых 10 человек пострадали и один погиб. 22 июня приблизительно в 16.40 в Рыбновском районе на 172-м километре автодороги М5 Урал по предварительной информации 55-летний рязанец, управляя автомобилем Тойота, при развороте не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Ямаха под управлением 37-летнего жителя Рязанской области. В результате этого дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте дорожного происшествия. Водитель автомобиля был доставлен в медицинское учреждение. Как выяснилось позже, водитель мотоцикла не имел права управления транспортным средством. Погибший в ДТП мотоциклист был местным депутатом. Об этом сообщил портал «Рыбное.нет». Всего рязанские водители 345 раз нарушили правила дорожного движения. Пятеро из них сели за руль пьяными. Шесть человек решили, что водительское удостоверение можно оставить и дома. Их задержали за вождение без прав. Не скрылись от пристального взора инспекторов ГИБДД и пешеходы. 21 человек нарушил правила. Поэтому сотрудники госавтоинспекции еще раз напоминают о важности соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Движение по Посадскому переулку закрыто на месяц. Об этом сообщили в мэрии. Причина, по которой перекрыли дорогу – капитальный ремонт теплосетей. Конкретно проезд закроют от дома номер 19 по Посадскому переулку до номера 17 по площади Соборной. Ограничат и движение по одной полосе от 17 до 15 домов по Соборной площади в сторону улицы Кремлевский вал. Рязанец Евгений Луканцов выиграл чемпионат России по гребле на Байдарках и Каноэ. Он прошел в Москве с 16 по 22 июня. Главным призом в состязании стали путевки на 32-е летние Олимпийские игры 2021 в Токио. За них сражались более 300 спортсменов из 30 российских регионов. На этих кадрах видно, как финиширует рязанский спортсмен Евгений Луканцов во второй день финалов чемпионата 20 июня. Он уверенно преодолевает дистанцию 200 метров на Байдарке-одиночке с результатом 35,705 секунды. И завоевывает золото и путевку на Олимпиаду в Токио. Я был достаточно уверен в своих силах. У нас был очень большой объем работы. Провели хорошую подготовку непосредственно к этому отбору, к Олимпийскому. Были в оптимальной форме, без травм, без каких-то недоразумений. Вышел, сделал свою работу. Все получилось хорошо. Надо сказать, что еще до участия в чемпионате России погреблено Байдарка Хаконоя. Спортсмен Евгений Луканцов уверенно выиграл дистанцию 200 метров на Байдарке-одиночке в венгерском городе Сегет. И завоевал место на Олимпиаде 2021 года для России. А уже на чемпионате в Москве он подтвердил свое право представлять страну в июле в Токио. 16-22 числа прошел чемпионат России, где прошли отборы на Олимпийские игры. У наших спортсменов оказалось трое рязанских. То есть двое чисто рязанские, одна у нас параллельный зачет Долгого Анастасии. Двое чисто рязанские, Луканцов Евгений и Кусьев Олег. Все спортсмены Олимпийских, Гау, Додзешор Олимпийцев и ЦСП Рязанской области. После чемпионата России у спортсменов неделя отдыха дома в Рязани. И легкие тренировки. А уже с 30 июня они отправятся на подготовку в столицу. 7 дней до 7-го числа будем в Москве и потом 7-го улетаем в Владивосток, поближе к Токио, чтобы адаптироваться, привыкнуть к самым поясам, к климату. И уже там будем до Олимпиады непосредственно готовиться. Для Евгения Луканцова Олимпиада в Токио будет уже второй в карьере. Он уже участвовал в таких соревнованиях в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда Евгений финишировал за пределами первой десятки. Сейчас у спортсмена все шансы на победу. Он будет бороться за медали. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Знак «Рубеж обороны» появился в аллее на улице Высоковольтной 22 июня. Его установили в память о событиях Великой Отечественной войны. Памятный знак представляет собой противотанковые южи и мемориальный камень с текстовой табличкой. С 27 ноября 1941 года по 2 января 42-го город Рязань находился в осадном положении. Для защиты города соорудили несколько линий обороны. Вырыли шесть противотанковых рвов. В районе завода «Сам», на Московском шоссе, Касимовском шоссе и самый протяженный находился в районе улицы Высоковольтной. Тогда это была окраина города Рязани в 1941 году. Тогда здесь проходил противотанковый рвов. Самый большой противотанковый рвов в Рязани, порядка 600 метров. Он шел от МАГЭС, здесь заворачивал, здесь был кирпичный завод и шел ко второй Рязани, чтобы защитить как раз железнодорожный узел от вторжения немецких фашистских захватчиков. Здесь, на этом месте, в день скорби и памяти, решили установить знак, который будет напоминать грядущим поколениям о подвиге предков. Это очередной шаг к тому, чтобы насытить Рязань памятниками военной славы, чтобы мы, наконец, получили звание города-герой. Мы давно, уже сто лет назад должны были получить его, потому что тысячелетняя история наша говорит о том, что Рязань – рязанская земля, это щит родины нашей. Принято считать, что Рязань не так сильно пострадала от войны, но как было на самом деле? По обрывкам архивов, воспоминаний и записей собирают в единое полотно истории краеведы. Оказывается, что Рязань героически стояла на рубеже обороны. Для меня, честно говоря, некоторые моменты были шоками, потому что мы не знаем практически историю Рязани в годы Великой Отечественной войны. Считают, что война была где-то там, а война-то была как раз здесь. И Рязань бомбили, и до Рязани оставалось всего 30 километров. Это совсем небольшой, это один танковый бросок, и Рязань была бы взята. Вот это только благодаря, не приукрашивая мужеству, рязанцев, которые ежедневно 15-20 тысяч рязанцев выходили на сооружения, оборонительные сооружения города Рязани, противотанковых руков, окопов, огневых позиций. Вот Рязань, она не только была взята, просто немцы и не подумали брать Рязань, потому что считалось, что Рязань – высокоэшелонированный, укрепленный пункт. Памятный знак установили по инициативе Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотического воспитания граждан служу Отечеству при поддержке спонсоров. Это второй тематический памятный знак. Первый был установлен в декабре 2017-го на московском шоссе у речки Павловки. В планах установить третий подобный знак в районе Мервина. Люди, сторожилы, историки, архивисты, граеведы. Воспоминаниях сторожилов, которые, слава богу, еще остаются, где бомбы падали, где люди гибли, где ров был противотанковый, как здесь, да? Это вот как раз сторожилы нам показали это место. В этом году открыт цикл экскурсий «Рязань фронтовая». Группой историков и краеведов составлена карта. На ней отмечены все места, так или иначе связанные с историей Рязани в годы Великой Отечественной войны. Пройти по улицам города и посмотреть на знакомые места через другую призму, наполнив их памятью о страшном и великом времени, Благодаря этой карте и экскурсии может каждый из нас. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жаркие дни пришли на территорию региона. Изнуряющий зной держится уже практически неделю. Водоемы переполнены желающими спастись от палящего солнца. А на улицах города пешеходы перемещаются от тени к тени. Как долго продлится такое настоящее лето, нам рассказали в гидрометцентре. Столбики термометров в регионе замерли в районе отметки плюс 30 градусов по Цельсию. Аномальная жара держится уже несколько дней и, по прогнозам, продлится как минимум до конца недели. Наш регион остается во власти обширного мощного антициклона. В ближайшие дни осадки маловероятны, но выходные 26 и 27 июня возможны локальные кратковременные дожди. В дневные часы столбики термометра будут подниматься до плюс 31, плюс 36 градусов. Жара местами сильная. Ночи также будут очень теплыми. Выпущено штормовое предупреждение об установлении аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. На период с 22 по 26 июня. Норма среднесуточной температуры сейчас плюс 18 градусов. Пользователи соцсетей вспоминают 2010 год. Тогда жара и засуха продержались несколько месяцев. 33 дня подряд температура не опускалась ниже 30 градусов, а 16 дней подряд днем воздух прогревался до 35. Это привело к лесным и торфяным пожарам. В такую погоду стоит соблюдать меры предосторожности относительно окружающей среды и относительно собственного здоровья. Вследствие такой погоды ожидается высокий индекс ультрафиолетовой облученности. Следует помнить и о рекомендациях медиков, помогающих уменьшить риски повреждения кожи, а также солнечных и тепловых ударов. Температура воды в реках и водоемах Рязанской области составляет 22 градуса. А в лесах нашей области из-за погодных условий возрастет пожарная опасность. Волна тепла, согласно исследованиям метеорологов, зародилась на севере Африки. Сначала она накрыла Запад и центр Европы. Например, в Чехии больше 100 метеостанций показывали превышение метеорологических рекордов. Влияние на наш регион в летний период оказывает также юго-восточная тяга, жаркого воздуха со стороны Ирана и среднеазиатских пустынь. Но главная особенность этого года – продолжительность жары. У метеорологов есть понятие «волна тепла» или «волна жары». Это когда 5 и более дней температуры превышают норму больше, чем на 5 градусов. Значения максимальной температуры воздуха будут близки к рекордным. Но максимум достаточно высокий для города Рязани. С 22 по 26 июня – это от 34 до 35,8 градусов. И все рекорды были зафиксированы в 1948 году. А 27 июня зафиксирован абсолютный максимум для всего месяца июня – 36,7 градусов. Принадлежит этот рекорд 1954 году. Чем сменится затяжная жара? Можно предположить, что это сильные грозы, шквалы, порывистый ветер. Такое случается, когда регион оказывается на границе жаркого и более холодного воздуха. Но пока прогнозировать осадки рано. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте – город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова